Всем привет, ребят! Как ваше ничего? Сегодня, короче, я тут дома, готовлю обед. У меня, короче, на обед сегодня... Сейчас я все покажу, что у меня сегодня на обед готовится. Рома у нас на работе. Вероничка в комнате. Сейчас вместе с вами пойдем и посмотрим, что делает наша Вероника. Что же наша Вероника делает? Вероничка, короче, перебирает фломастеры. Ищешь нужные? А ты это как заправляешь фломастеры, когда они заканчиваются? Выкидываешь? А их же можно как-то духами. Ребят, посмотрите, какая у нас есть фотография. Короче, это была фотография Веронички где-то здесь. Был годик один. Вот такая я была, вот с телкой. Рома такой, смотрите, какой был. И Вероничка какая была, посмотрите, какая пусечка маминая. Ой, мой зайчик, такая красивая. Это Рома работал, когда в Москву я приехала незадолго, за пару месяцев. Вот это первые наши фото. Он тогда вот работал в шиномонтаже таком вот. Ой, мы там, короче, получается, отдельно были комнаты и жили там. Вот так трудно было, конечно, тот момент у нас такой. Ну ничего, смотрите, Вероника тогда в годик. И Вероника сейчас в 11 лет. Да, Вероничка, посмотри. Вероника еще заказала, короче, покажи, пожалуйста, вот эту штучку, которую ты заказала, патчи от прыщика. Вот тут почему-то появляется прыщик, и она, короче, заказала такую штуку на Валберсе. Покажи, пожалуйста, ее, где она. Вероника, сейчас мы посмотрим. Где-то она, наверное, сюда где-то уложила. А, вот, покажи, пожалуйста, дай. Чтоб я не искала долго. Короче, вот такая вот штучка на Валберсе взяла. Это патчи от прыщика. Почитала комментарий. Открой, пожалуйста, чтоб я показала в середине, какие они. Вероника, мне же неудобно одной ручкой. Открой, пожалуйста. Покажем, какие они в середине, эти патчи. Короче, они идут, тут идут две пластины, и тут такие маленькие вот штучки. И на каждый прыщик можно наклеить. Говорит, что очень хороший, не знаю, посмотрим в результате, как что. Мурчик у Вероника застеляет вот такие одеялка. И так вот подушечку ему такую пошила. И сам наш красунчик. Мурчик, как дела у тебя, Мусь? Смотрите, какая маленькая подушечка у него. Прямо она так иголочкой зашила. Там мягенькое такое сделала. И Мурчик так типа спит. Простенькая ему такая беленькая подушечка. И, конечно же, наш маленький красунчик. Как дела у тебя, моя кошечка? Как дела у Мурчика? Как дела у Мурчика? А у Мурчика все окей. У Мурчика всегда хорошо. Он всегда прибегает, вот так любит ложиться на свою лежаночку. Чтобы вы понимали, это внизу когтиточка. А наверх она застеляет ему так одеялко. И он так спит себе. Так всегда любит. Усики торчат у нашего Мурчика. А это же так любит ласку этот Мурчик. Так что вот такие вот дела. Мурчик тоже вас приветствует. Итак, что же у меня здесь на обед? Фаршированные перцы. Вот такие вот стушились. Два, правда, были. Не хватило начиночки. То я уж так их поставила, чтобы они тоже приготовились. И также у меня сегодня борщик. Сделала поджарочку такую. Здесь морковь, луковица, капуста, томаты. И отварила бульон. Сейчас пропущу через ссыто. Будет очень вкусный капустный борщик. Купила, ребят, сегодня... Не сегодня, а недавно. Растение. Каманхоя. Было еще все клубочки. Были закрыты. Посмотрите, какое красиво. Как красиво распускаются все цветы. Смотрите, какая красота. Я им включаю вот этому растению свет такой ультрафиолет. И они у меня вот так вот растут под цветом. Смотрите, какая красота. Ну, когда вот... Сейчас, чтобы вам показать, я отключу пока лампу. Посмотрите, как распускаются все красивые цветочки. Просто красота. У меня тоже такое было. Рома мне когда-то дарил. Но оно у меня, получается, перецвело. Цвет пропал. Все цветы. А теперь по-новому разрастается. Вот так он красиво разрастается. Я его пересадила в побольше горшочек. Был в совсем маленьком горшочке. У нас сегодня, ребят, такая погода. Все дожди до дожди. В орхидеи, посмотрите. Когда-то давно Рома дарила орхидеи. И меня пошли два новых листочка. Видите? Красота. Это лимончик. Лимон. Так красиво разрастается. Сегодня заказала на Валборесе. Пришел заказ масло для ногтей. Короче, вот такое вот масло. Это мазать кутикулу. Здесь такие цветочки в середине. Очень вкусно пахнет. И еще до масла заказала, короче, вот такую штучку. Это, короче, также масло для удаления кутикулы. Намазываем. Две минуточки ждем. И снимаем с помощью деревянной палочки. Смотрите, какой у нас дождь, ребят. Сейчас я покажу вам с комнаты, потому что у меня на балконе сушилка сегодня. Но ветер прям. Смотрите, какой ветер. Сейчас я так откинем одеялко и покажу вам, какой у нас дождь идет. О, какой дождь. Целую ночь шел и сейчас идет. Вот так вот. У нас такое красивое дерево. Смотрите, возле окна прям рябина или как оно там называется. Очень красивое. Ну, дождь такой, ветер такой свежий. Хорошо, конечно, но у нас уже три дня особо погоды нету. Холодно, одеваемся, тепло. Вот так вот, такой вот дождик у нас. Небо чистое. Пасмурное. Вот так и живем. Мурчик спит. Кошачья лапочка вот так вот, видите, как спит, закрутится. Мурчик, сегодня на улице ты не сможешь погулять, да? Дождик идет, скажу, целыми днями, никак не проходит этот дождик. Погулять сегодня не получится, наверное. Ну, может быть, пройдет дождик. Сейчас еще из комнаты также покажу. Красивое вот этого дерева, видите, вот с окошка выглядываем. И тут вот так вот красиво, смотрите, какое. Красивое, как гнет вот этот ветер. Видите, дождик. Вот так все деревья такие все поразрастались. Красота. Лето. Что ж уж печально, конечно, последний месяц лета остался. Ну, ничего не поделаешь. Всякая погода хорошая. Видите, а здесь небо уже более чистое. Там оно такое прям все темненькое. А с этой стороны небо чистое. Наверное, дождь недолго будет идти. Вот такой вот дождик у нас. Вероничка, ты как перчик тебе покушала? Вкусненько? Нормально. Вкусно было? Весь кушала? Нормально. Еще недавно Вероника заказала такого котика себе на Валбарсе. Тоже. Видите, он лежит на такой вот подставочке. Ну, как лежаночка такая. Такой белый котик. Он еще нявкает вот так. Ну, конечно, очень громко. Очень громко нявкает. Но она для красоты себе, короче, такое заказала. И наклейки такие всяких котиков. Подписк кошачий. Аж кот проснулся. Да, Мурчик? Скажи, вот это нявкает. Скажи, так громко нявкает. Единственное, что зачем его так громко так сделали? Сильно такое это. Смотрите, как Мурчик еду нюхает. Смотрите, облизывает прям меня. Прямо облизывает. Это, что я борщ готовлю. У меня руки мясом пахнут. И он у меня облизывает. Я же только тебя кормила, Мурчик. Мама же только тебя кормила, девочку свою красивую. Мама только покормила, а у него все пахнет. Еда вкусненькая еда, да? Ой, вкусненькая еда, да? Вкусненькая. Ты мой хороший. Вот это любитель массажиков. Любительница массажиков эта кошечка. Эта кошечка любительница массажиков. Ой, что же пушкин, мамы. Карапусечкин. Ой, спотунька, Мусечка. Спотунька, моя девочка. Спотунька. Ой, туносик. Ой, туносик. Ой, туносик. Такой курносичек. Это моя красавица. Спотунька. Ой, как попозихала. Не выспалась, девочка. Не выспалась, да? Ну, спотунька. Спотунька, моя девочка. Смотрите, как у Мурчика усики торчат. Прям усики торчат. зайчика моего да и так дождик у нас прошел вышла солнышко видите вон светит солнышко я вот думаю нужно пойти его магазин нас есть овощные такая овощная лавка где продаются вся зелень и она выгоднее покупать чем в пятерке потому что дешевле выходит и намного более такая свежая каждый день привозят борщик приготовили теперь нужно пойти укропчика купить и купить и свежий мяты чтобы заваривать вкусные чаи а то что давно тебя не было уже похолодало и захотелось чая ну что ж ребят пошли в магазин у нас после дождя видите как промыло все машины помылись под дождем и на мой месте не нужно одни лужи только стоят вот так вот я вот мусор выношу целый пакет постоянно мусор накапливается после каждой готовки приходится вот так вот выносить видите сколько у нас все мокро даже вода вот все стекает канализационный канализационный люк даже вот есть видите сколько воды стекает такой звук возле воду водопада какого-то видите какое небо еще он натянутые наверное еще дождь будет а в этой стороне она вот видите чистое не знаю опять наверно будет натягивать у нас недавно такая свалка здесь было прям вот это вот мусорка ведь аж полная стоит уже дней наверное четыре как минимум а еще был очень большой склад такой заваленный но уже убрали только вот поставлено проезде дороги видите выезжаем и вот поставлю посередине здесь вообще уж лужи огромные вот так вот зашли в магазин сейчас вам покажу какой магазинчик здесь зелень сколько всего хорошего продается это показывала здравствуйте вот так вот у нас в магазине также печенье продается идем купила свежие укропа это не получилось на на 70 рублей вот столько вот мяты не было сейчас зайдем другой магазин посмотрим другом магазине мы смотрим у нас у нас есть продается 122 рубля но тут ее получается 50 грамм не знаю сказал завтра привезут внутри даже висички продаются грибы шампиньоны шампиньоны ангелисички вот видите висички уже продаются пока ценника не вижу нигде клубника 259 250 грамм так ребят пришла с магазина купила сметану купила мелку вот такую вот любим с орехами иногда покупаю иногда покупаю вот такие кофе и вероничка у меня очень сильно любит такой кисель клубника малина и две штучки взяла и в палатке купила вот укроп вот столько вот укропа мне получилось на 70 рублей если брать пятерки то вот столько укропа вы не возьмете там что-то очень дорого меня получилось по сумме 330 307 рублей вот получилось вот ценник вот так вот теперь будем как раз рома на обед приехал сейчас будем короче кушать вот такой борщик у нас получилось а здорово если совсем всем привет ребят видите я пришел на обед сделал кстати 5 заказов да вот как раз на борщик пришел вот такой вкусный борщик сметанку купили зеленушки посыпали все перцы фаршовы не видел мультиварки так я показывала сейчас борща потом перцы бушку вероника уже перцы покушала так совсем приятного аппетита и мы будем кушать все никак никогда выехал на заказ и в украине поставку поставку вот семейный как это не ужин как это вероничка нас уже поела пока еще больше готова я не хочу уже ела перцы фаршированные скушала сегодня как никогда выехал на заказ и сколько 8 утра и заказа заказом заказа заказом сейчас до это до до двух часов дня сколько 5 заказов сделал пока что тишина ты был возле дома думаю надо заехать пообедать да кстати твои бутерброди все уже все как раз сейчас большая покушусь вот эти кошек так вкусно всегда это вкусно дарить никого такого жиденького покушать так что у нас сегодня бочка вкусный и фаршированный перец в месяц и школа а что у вас не еще перец вкусный дает фаршированный так выглядит сегодня я буду есть как настоящий салиман погребитель сделай попробуем так сначала супчик так за супчик ставлю тебе man 400 плюсом что не сама придумала я спорим перец перец фаршированный только недавно все подготовила перец 5 плюсом а что перец не сама придумала перец не я перец сама придумала ты не сама придумала да не сама придумала вкусно ребята еще месяц и в школу вероники пойдет опять я проходится по ходу бабку распределение класса ведет мне понятно куда попадаем надо в понедельник идти наверно будет школу писать заявление чтобы попасть в ту в той класс который мы хотим потому что там распределение кто по математике кто по русскому а кто по гуманитарной программе учиться и поэтому нужно идти понимать какую программу попадаем если что писать заявление не знаю куда попадаем короче там уже пишет но никто не знает какая группа поэтому надо идти в понедельник в школу пойду к директору пойду заявление написать тоже с одной девушкой пойдем с одной мамочкой так что вот так вот ребята теперь школьные дела начинаются наша вероника приходит 5 класс и у них идет идут уже не один учителя уже меняется учителя 5 она идет уже четвертый говорит уже разделяется учителя уже теперь новый руководитель будет короче новая группа новые ученики и все закончила в этом году закончила четвертый я уже ошибся с вашими школами с вашими классами 6 лет пошла школа она уже обращалась бы в шестой и шестой класса а не этот они в пятый мама нас в 7 лет пошла в школу считать надо уметь они это можешь искать ребенку еще восемь лет так сколько сейчас времени уже уже времени 4 4 часа я до 8 еще 4 часа и все на сегодня что-то уже заказываю уже тишина стала была была куча заказываешь я служить еще пишите как ваши дела да как вы готовитесь к школьным делам да там всему потому что сейчас уже очень много дел накапливать школьные надо будет покупать до школьные нужно покупать нужно понимать что покупать какие принадлежности там по тетради вообще все меняется ну конечно же 12 листов нам по школе не подойдет нужно уже как минимум 18 может и еще больше поэтому я не знаю все эти в школу узнавать короче ну школе конечно видео съемку я не смогу вести когда я пойду на родительское собрание будет у нас конца месяца до следующего месяца поэтому все нам скажут что нужно но там съемка в общем ребята ждите от нас нового видео до вечерние стримы не забывайте ну и как всегда до новых встреч пока пока